Так умело любители экстрима бороздят по волнам на сапсерфинге. Этот вид спорта родом с Гавайских островов добрался и до Барнаула. Да, у нас таких волн нет, но сапсерфинг все равно набирает большую популярность. Идея создания этой школы – развивать водные виды спорта. Наш грибной канал после Кубка мира узнал весь мир, поэтому ограничиваться только байдарками федерация не стала. Было принято решение открыть клуб по сапсерфингу. У нас проводились соревнования здесь на грибном канале, возможно, всероссийские, возможно, к нам приезжали из разных регионов. Но будем надеяться и работать над этим. Что касается соревнований, уже в эту пятницу 8 июля, если позволит погода, в Барнауле состоится первый фестиваль Алтайского края по сапсерфингу. Правда, пока сложно сказать, сколько будет участников и насколько будет обширна география спортсменов. Например, во многих странах проводят чемпионаты мира и Европы. А вот в Санкт-Петербурге проводят даже тематические заплывы. Однако барнаульцы только пробуют себя в этом виде спорта. Очень понравилось, великих навыков не требует. Залез, встал, попробовал, получилось. Буквально через 5 минут уже плыл и получал удовольствие. Да и чтобы стоять на сапе, особой физической подготовки не нужна, за исключением равновесия. Координация. Есть люди, которые совсем не координированы, с детства ничем не занимался, то будут какие-то сложности. Но опять же, стали на колени, попробовали. В принципе, это вид спорта. С одной стороны и спорт, а с другой стороны это и отдых. Активный отдых. От классического серфинга сап-серфинг отличается тем, что кататься на волнах спортсменам помогает весло. Сам борт надувной и выдерживает около 180 килограммов. Алтайские любители спорта могут кататься на сапах как для общего развития, так и учиться этому профессионально, чтобы через пару лет выступать и на крупных турнирах. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.